МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализация масштабного инвестиционного проекта завершилась в Барановичском районе. Репортаж с открытием комплекса по выращиванию шампиньонов. Новый год не за горами. Где и как обзавестись зеленой красавицей к празднику узнаем сегодня. Наши дети. Традиционная благотворительная акция продолжает находить своих адресатов. Реализация масштабного инвестиционного проекта завершилась в Барановичском районе. На этой неделе состоялось открытие крупного комплекса по выращиванию шампиньонов и цеха по производству импортозамещающей продукции покровной почвы, которая используется в грибной промышленности. Наши корреспонденты с подробностями. Крестьянско-фермерское хозяйство «Грибная страна», которая занимается выращиванием шампиньонов, было создано в Барановичском районе около 10 лет назад. На протяжении последних трех лет тут реализовывался масштабный инвестиционный проект, в рамках которого был построен крупный шампиньонный комплекс. В нем насчитывается 40 камер выращивания грибов общей посевной площадью около 30 тысяч квадратных метров, а также цех фасовки и хранения готовой продукции. Татьяна Юрченко работает грибоводом уже три года. Сейчас в новом цехе. За смену может собрать около 600 килограммов шампиньонов. С грибом надо, конечно, работать аккуратно, потому что гриб нежный, беленький. Работаем так, чтобы грибок не касался грибочка, потому что когда гриб дотрагивается до гриба, он где-то царапается, где-то темнеется. Когда все только начиналось, объемы производства в крестьянско-фермерском хозяйстве составляли 35 тонн грибов в месяц. Сейчас после введения в эксплуатацию нового комплекса такое количество грибов здесь получают за сутки. И это только начало. На торжественном открытии объекта присутствовал и глава района Михаил Полуян. Созданная тут производственная база, современное оборудование и голландская технология выращивания грибов позволят производить экологически чистый продукт как для Беларуси, так и для реализации за границу. Первоначально строительство комплекса было запланировано на пять лет. Но благодаря слаженной работе строительных организаций компания завершила строительство в этом году, уложившись в трехлетний промежуток. Объем затраченных инвестиций порядка 11,5 миллионов евро. Комплекс завершен и готов к полной эксплуатации. «Количество работающих сегодня 400 человек, а в 2016-м это было 160, это первое. Второе – это производство грибов. Сегодня в месяц производят 600 тонн, а вообще проектная мощность 850 тонн в месяц. Третье – это экспорт. Сегодня 65% грибов продается в другие страны, ну и в основном это в Российскую Федерацию. И за 2020 год из 65 миллионов долларов, которые мы экспортировали в своей продукции, 5,5 миллионов – это составляющая грибной страны». Немаловажным стало и открытие собственного производства покровной почвы, которая используется для выращивания грибов. Раньше ее завозили из Польши, сейчас же будут получать из местного сырья самостоятельно. Это не только позволит значительно сократить транспортные расходы, но и откроет новые перспективы развития. «На сегодняшний момент это единственное предприятие, которое специализируется на данном виде товара». Первые партии продукции уже отправились в Брест, Щучин, а также в Российскую Федерацию. Елена Ракуть, Юлия Кравчук, Николай Русский, 7 дней, Барановичский район. Долгожданные новогодние праздники уже не за горами, а значит самое время обзавестись зеленой лесной красавицей. Наши корреспонденты узнали, где жители района в этом году смогут приобрести живую елку. И что грозит тем, кто решит отправиться за ней в лес самостоятельно. В Барановичском районе елочные базары организованы в каждом из девяти лесничеств, а также созданы несколько выездных точек торговли в городе Барановичи. Новогодние деревцы здесь можно выбрать на любой вкус, да и цены не кусаются. Стартуют от шести с половиной рублей. Жительница городского поселка Городище Мария Волочек выбрала себе двухметровую красавицу. Из года в год мы даем предпочтение только живой еле. И детям нравится, и нам от ели такой запах, подумал аромат. Сразу складывается замечательная атмосфера праздника. Сотрудники нашего лесничества всегда помогут с выбором. Дадут рекомендации по уходу, для того, чтобы елочка простояла как можно дольше, до старого Нового года. Так что лучше живая ель, чем искусственная. Живые новогодние елки, несмотря на разнообразие искусственных, все же не теряют своей популярности. Только в прошлом году жители Барановичского района окупили в лесничествах около четырех тысяч душистых зеленых красавиц. Люди предпочитают в основном такие вот до метра, от метра до двух елочки. На предприятия различные там до трех. В этом году планируем реализовать штуку где-то 350 на лесничество. Во всех лесничествах имеется плантация, где выращиваются новогодние деревья. Каждый год елочки проходят своеобразный кастинг. Для продажи выбирают только самые красивые и пушистые. В нашем лесничестве общая площадь новогодних плантаций – 8,8 гектаров. Одна из них представлена здесь. Это самая молодая, но самая крупная по площади. Здесь площадь около двух гектаров. Высажено около 10 тысяч новогодних елей. Елочкам уже пять лет. С этого года мы начинаем брать с них продукцию. При этом штраф за самовольно срубленную лесную красавицу сегодня составляет от 5 до 50 базовых величин. А это больше 1300 рублей. Что не говори о купите новогоднюю елочку в специально предназначенном. Для этого месте обойдется куда дешевле. Елена Ракуть, Юлия Селюк, Николай Русский, Семни Барановичский район. С 10 декабря по 10 января по всей Беларуси проходит традиционная благотворительная акция «Наши дети». И Барановичский район не исключение. В рамках акции ребят с особенностями психофизического развития и их семьи с наступающими праздниками поздравили представители территориального центра социального обслуживания населения и общественных объединений района. Настоящим сюрпризом для Тимура и Кирилла Сташкевича и маленьких жителей агрогородка Жемчужный стало появление возле их подъезда сказочных новогодних персонажей. Не каждый день вот так просто выйдя на улицу встретишь Деда Мороза и Снегурочку. Веселые игры, новогодние стихотворения и, конечно же, сладкие подарки. Радости ребят не было предела. Я рада, что приехали Дед Мороз и Снегурочка. Спасибо за подарки. Очень, конечно, неожиданно. Просто казалось, что приедут, поздравят. А детки позвали их. Я думала, что сама буду забрать подарки. Позвали деток, и они так не ожидали, даже растерялись. В рамках акции «Наши дети» представители общественных объединений «Белорусский союз женщин», «Белая Русь», а также территориального центра социального обслуживания населения Барановического района такие маленькие праздники стараются устроить хотя бы нескольким семьям, где воспитываются дети с инвалидностью. У Кирилла и Тимура диабет первого типа, поэтому и они относятся к этой категории. 92 ребенка нашего района с особенностями психофизического развития получат подарки от территориального центра Барановического района. К сожалению, в этом году со сложившейся эпидопостановкой такого масштабного празднования, как у нас было ежегодное, не будет. Но мы постараемся с соблюдением всех мер предосторожности поздравить деток и принести в их дом праздник и хорошее настроение. Под Новый год все взрослые превращаются в волшебников. Они дарят праздники, хорошее настроение детям. А дети, конечно, ждут волшебства. И очень хочется, чтобы это волшебство случалось не только под Новый год, а мы, в свою очередь, постараемся в этом помочь. С Новым годом! В рамках акции «Наши дети», представители власти, руководители организации предприятий с поздравлениями и подарками также отправляются к детям в приемные, опекунские и многодетные семьи. Высоких гостей встречали и в детском доме семейного типа в Агрогородке Мирной. Детский дом семейного типа был построен в Агрогородке Мирной 7 лет назад. Живет, но большая, но дружная семья. Родители-воспитатели Надежда Якубовича и муж Владимир и 8 детей от 1,5 до 14 лет. Шестеро ребят приемные. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» детский дом семейного типа принимал почетных гостей. Поздравить ребят с новогодними праздниками пришли председатель Барановичского райисполкома Михаил Полуян, руководство хозяйства «Щара-Агра» и Малаховецкого селесполкома, а также отдела по образованию. Я благодарна сегодня за такой торжественный день. Что нас сегодня посетил председатель райисполкома. Благодарна за подарки, благодарна за поддержку. Хочу сказать большое спасибо совхозу нашему, председателю сельского совета. Родителям-воспитателям гости подарили то, что обязательно пригодится в хозяйстве. Пылесос, ковер и обеденный сервис. Ну а каждый из ребят из рук главы района получил тот подарок, о котором мечтал. Не обошлось, конечно, и без сладостей. Я рада, что к нам много гостей приехало, подарки подарили очень много, много сладостей. Мне подарили баскетбол, который я давно ждал. Я рада, что к нам пришли Дед Мороз с Мегурочкой, что нам еще подарки подарили. И что очень много гостей было. Немало прозвучало на этой встрече пожеланий теплых слов и поздравлений с наступающим Новым годом и Рождеством. Пользуясь случаем, председатель райисполкома Михаил Полуян поздравил и всех жителей Барановичского района. Уважаемые жители Барановичского района, в преддверии нового 2021 года и Рождества Христова я выражаю искреннюю признательность и благодарность ветеранам труда, труженикам агропромышленного комплекса, работникам промышленности и строительства, жилищно-коммунального и бытового обслуживания населения, социально-культурной и финансовой сфер, сотрудникам правоохранительных органов, молодежи, всем тем, кто не на словах, а на деле внес свой вклад в развитие нашей малой Родины. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимопонимание и взаимоуважение. В наступающем году я желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и добра вашим домам, любви, радости, заботы и понимания. С Новым годом! Елена Ракутеря, Печер, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. Ну а коллектив телерадиокомпании «Брест» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем жителям Барановичского района здоровья, счастья и удачи в новом 2021 году. Пусть он будет для вас удачным и плодотворным, но каким был для района год уходящий, смотрите в большой итоговой передаче, которая начнется уже через несколько минут. С наступающим Новым годом! Новым годом! Новым годом!